Был наемным работником и всегда считал, что начальство это капиталист, кровосос. Ну а как без управления? Вот представьте, без головы человек может жить. Да, тяжело. И вот в последнее время так уже, ну я стал работать сам на себя. И, скажем так, я работаю, и вроде бы все нормально, хоп, какая-то ошибка. И где-то процентов 25-30 денег улетает на исправление ошибки. Это не ошибка, это некомпетентность. Вы очень быстро и фанатично принимаете решения по поводу деятельности. Вам надо изучать сначала все, советоваться с людьми, а потом вкладывать деньги и менять что-то. Вот когда вы дергаетесь, изменяете все без... неразумно, вы теряете большие деньги. Понятно. Хотел бы об этом вас спросить. Может мне какой-то травки пожевать? Чтобы я как-то успокоился, как-то размереннее... Вот смотрите, вот смотрите, это хороший вопрос, супер просто. Вот правильный вопрос, правильный, но травка здесь не поможет. Попытайтесь понять такую вещь, что человека напрягает возраст. Вот идет, ну, время действует, напряжение растет. Напряжение, соответственно, может вызывать разные процессы. У кого-то кости валятся, у кого-то кишечник, у кого-то давление, а у вас это идет в психику. Ну, то есть вы чувствуете, что с возрастом вы напрягаетесь сильнее. И для того, чтобы вы не напрягались, вам надо начать или длительно ходить, или бегать. Ну, то есть бегать, думаю, что опасно в возрасте уже. Лучше всего начать ходить. Ну, то есть вот когда вы будете ходить, где-то два с половиной часа, раз в четыре дня, и также учитесь неподвижное положение тела какое-то делать, допустим, там неподвижно встали, вот так помолились Иисусу Христу. Вот, псалмы почитали, неподвижное положение тела, где-то минут 30 научитесь стоять так, раз в два-три дня, и раз в четыре дня по два с половиной часа непрерывно прямо идете, идете, идете. И когда вот так вот вы будете делать, вас расслабит психически. Спасибо. Спасибо.